Старая гвардия на месте, она становится все меньше, так, а не больше, все меньше, а не больше, значит, мы не обрастаем новыми членами, вот, и тогда возникает вопрос, прекратить или не прекратить, идет пятый год, значит, 2018, вот, большинство из присутствующих все знают, все умеют, могут сами лекции читать, пока я этот вопрос задаю вам, я могу продолжать до бесконечности, вот, я все время обрастаю новыми фотографиями, нет-нет, появляются новые идеи, когда-то все это пригодится для будущего садоводства, вот, еще такой момент, продержаться до осени, она от чего зависит, смотрите, у меня, друзья, есть папка, в этой папке сотни фотографий, с этой, главное, что их отличает, что это семечки, косточки, черенки или саженцы с моего сада, только, это, ни в каких территориях, только с моего сада, вот, а в этом году я жду прорыв, он должен был наступить, почему? Потому что со всей стороны, смотрите, идут такие сообщения, сейчас я вам покажу последнее, пусть пока речь идет о светении, еще не про урожай, но количество информации положительной, той, которая полностью противоречит научной, возрастет десятикратно, сейчас момент, сейчас момент, ага, давайте попробуем слух, что здесь сказано? День добрый, Валерий Константинович, значит, по публикосу Королевскому понятно, значит, вам соответствующие фотографии скину на электронный адрес, он у меня есть, ага, только я не надался, соответственно, цветет на семьдесят процентов, то, что видно на видео, при этом, значит, цветет интенсивно, посажен по вашей технологии, там, где нужно и как нужно, поэтому все, вся ваша система работает, как шмейцарские часы, или японское качество, с фотографией он скину, после того, как получится, получил урожай. Первый апрекос я уже пробовал, вкуснейший. Еще не все. Валерий Константинович, на участке у меня абрикосов несколько сортов, академик, который на самом метро стоит на участке, также абрикос Королевский, понятно, там в условиях маленько более мягких посаженный, ближе к дому, значит, также есть абрикос, который Петр Великий, это с черенок взят у вашего знакомого, значит, Ходнера Бориса Иосифовича, вот будет свисти первый год, уже прививки третий год, будет свисти, дай Бог, прям хорошо, и также есть абрикос рыжий, вот, он более показывает себя с лучшей стороны, в плане, во-первых, на второй год уже появляются первые плоды, завязывается он фактически каждый год, вот в третий год буду видеть плоды, и причем завязывается достаточно хорошо, то есть процент выхода от завязи достаточно большой, абрикос очень вкусный, прям вот ароматный, вкусный, конечно, Королевский, покрупнее и повкуснее, но вот этот рыжий абрикос все-таки более плодовитый, поэтому, вот из тех абрикосов, которые есть на участии у меня в Абакане, в районе космоса, значит, вот, вкратце, вот как-то так, также много сортов яблони испытываю, в частности, Ханни Крипс, американский сорт яблони, вот тоже прививки, выжили вторую зиму, думаю, плоды увижу, ну и белорусской селекции, несколько сортов яблони, зимние сорта, которые хранятся долго, тоже все на эксперименте, поэтому, если интересно, спрашивайте, там подскажу по сортам, что именно есть, вот как-то так. Ну и тут еще фотографии, все в цвету, вот, год обещает быть особой по всей стране, потому что так бывает, все плохо, 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 все хуже, 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 ну хоть тут, может быть, у нас получится, вот, доказательства, нужные доказательства в десятикратном размере, потому что, когда, не имея ничего задушивания, ссылки идут на восьми, десяти, девяносто летние данные, ну, представьте себе первый аэроплан, представьте себе первый велосипед, представили, представьте себе первый автомобиль, и сейчас бы на таких бы ездили, и летали, все ушло вперед, а садоводство замерло, невозможно, невозможно, никакой нет этой самой, да нет эффективной гибридизации, а плоды есть, так и говорите, нам всю жизнь внушали, что нету, а они, оказывается, есть, берите в союзники у нас, берите в эти самые, в савторы, еще столько лет-то терять. Итак, я хочу продержаться до осени, я хочу добиться триумфа, вот, и в своем саду, и в соседних садах, где растут мои эти, и по всей России. В этом году можно ожидать уникальные вещи. Помните, мои персики вот раз увеличили, другие уже садоводы, вот, и абрикосы, и вот, взял всякий, говорит, у меня есть Петр Великий, а я-то брал-то веточки с дерева, плоды которых, сейчас-ка, не влазили в банку, это самое, трехлитровую, вы представляете? В банку трехлитровую не влазили, и они уже вот в обокане есть, не только у меня. В общем, не знаю, будет 20 участников, 10, мне нужно додержаться до осени, мне нужно считаться за свой урожай, за все, за все, за это самое. Я как бы дежурный по стране, вот, я дежурный по стране, другого такого сейчас нет. не дождался известности, успеха, вот, наш друг, Бондар Борисович, который это самое, я считаю, величественнее всех, латинков, гений, не дождался, вот, я не дождусь, но по стране идет новая революция, как он сказал, все по вашему методу, все правильно, слышали? Поэтому держимся до осени, отчитаюсь за себя, и за несколько сотен садов, и о всех ругаю, вот он, третий год ест эти самые, мои плоды, плоды, мои сортов, королевский, академик, рыжий, а я их вижу, а? И таких сотней, если уже не тысячи. короче, продержимся до осени, а перед зимой, уже, если не будет притока новых, а их, по-моему, не будет, с удовольствием, как шаление кожи сокращается, благодаря вот этим теми рязьмикам, научить изувечий дерево до смерти, превратить работу в каторгу, а потом, и ни за что не отвечать, как там было написано, я из-за вас вынуждена, я представляю, сколько я получила она по морде, я была вынуждена чего-то там закрыть, какую-то страницу, из-за этого, это я цитирую, я была вынуждена закрыть страницу, из-за этого тысячи людей не узнают, как надо выращивать деревья, да слава Богу, что не узнают. Поехали. Брат, привет, с праздником Первого мая, с праздником мира, Хабаровск, Ирина Багринцева, Виталий. Всем прекрасного настроения, ура, у меня прекрасная новость. Зацвели все абрикосы, севые груши, прививка Черенкова, Тотарова, приняли за исключением севы-синяя птица. Ну, Тотарова, Железова, это, как говорится, одна шайка века. Вот. Всем привет из Хабаровска. Спасибо, Галина, и вам привет. Так, ну, Казахстан, само собой привет. Вот. Башкирия, тоже привет. Казачинская, тоже привет, Сергей. Хабаровск, у меня красительница. Стоит ли оставить саженец, абрикоса, прививка в расщеп, если проснулась всего одна почка, на двух привитых еще. Попробуйте только тронуть. Конечно, оставить. Что, много надо? Достаточно одной почки, чтобы иметь хорошее дерево. Еще спрашивают. Оставить, оставить. Наталья Северикорзовстан. Дорогие друзья, где купить привычный нож? Ой, 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 ой. Где купить привычный нож? Оставило время, когда я этого не знаю. А вот, значит, обидно, что был у нас продавец ножей, скупал партию, это Антон Валерьевич Сапронов и перепродавал вам. И мне подарил такой прекрасный нож, я сегодня им привел. А где же взять-то? А на прошлом медали я вот так показывал этот нож. Там было название это. Как оно? Название, название фирмы. А сейчас он у меня в деревне. Ничего сказать не могу. самое главное, когда в Москве я сказал хотите поливать? Человек 20 сказала семинаристу учиться хотим. Приходите на следующий день с привычными ножами. Пришли. И 20 ножей, 19 было с двусторонней заточкой. Обыкновенная и ни на что негодная. Проблема есть, только я ничего помочь вам не могу. Продолжение следует...